На сегодняшний день коллектив насчитывает 104 человека, из них 60 педагогов. Плановая мощность была 1020 человек, но мы ее уже превысили, и на сегодняшний день порог нашей школы переступит 1096 учащихся. Самая большая параллель – это первые классы, 9 классов. Но если тебе нужно, откровенно говоря, поставить пару парт дополнительно или столов, их надо поставить. В тесноте не в обиде, если желающие будут. Не обидеть людей. Ну, желающих много. Микрорайон очень молодой, еще продолжает застраиваться, поэтому я думаю, что через год, через два мы будем самой большой школой в городе Бобруйске. Это современная библиотека, информационный центр. Перед ним мы сделали вот эту зону свободного чтения, где можно свободно обмениваться книгой. Если ты книжечку прочитал, она тебе не нужна, принеси, передай в руку, другой ребенок ее прочитает. Добрый день, Александр Григорьевич. Мы рады вас приветствовать в нашей современной библиотеке, нашей школе. У нас оборудовано девять индивидуальных рабочих мест в библиотеке с выходом в интернет. Благодаря тесному сотрудничеству с Национальной библиотекой Республики Беларусь, наши учащиеся и педагоги имеют возможность работать с информационно-образовательными порталами, школьный портал и арт-портал. Но несмотря на широкие возможности информационных технологий, главным источником знаний остается книга. И для формирования гордости учащихся за нашу страну у нас созданы книжные выставки «Беларусь – наш общий долг», «Бобруськ – мой город». Также организованы рабочие места для работы с периодическими изданиями и учебными пособиями. Это зона отдыха, где наши учащиеся могут пообщаться, поиграть в настольные игры и развиваться. Вы уверены, что библиотека будет в хорошем смысле проходным домом для детишек? Да. Уверена? Да. Мы сделаем для этого все возможное. Правильно. Надо приучать к тому, от чего отвыкли. То, что нам было характерно. Как мама троих детей, я к этому только стремлюсь. Мы, когда это все делали, старались, чтобы библиотека была современной, интересной, доступной. Девчата, спасибо вам. Спасибо вам. Приглашаю вас. Пройдем, посмотрим блок, в котором располагается начальник школы. Это вот первый класс? Здесь первые классы. Конечно, не есть. Нет, они не все здесь. Мы потом пройдем еще на второй, так что я вам покажу, еще там тоже у нас есть кабинеты. Ребята, а вот скажите, пожалуйста, а что же для вас родина? Это моя сона. Молодец. Ребята, к нам зашли гости. Это 20 класс? Да. 20 класс. Вот, молодец. Молодец. Сколько у тебя их было? 28. Ой, бедолага ты. Я никогда не завидовал учителям начальных классов. Такой труд, такой труд. Все разные приходят. Попробуй их в одну колею вогнать и научить тому, чего ты хочешь. Конечно. Я постараюсь. Вы действительно герои. Вы учиться будете, детишки? Да. Да, ну все, повезло учителю. Шарик. Да. Шарик. Ну, ничего. Вы его поймаете потом, да? Чей это шарик? Это твой? Ну, давай я тебе поймаю его, да? На тебе шарик. Давай пальчик. Пальчик. Вот этот пальчик. Вот, смотри, мы его сейчас завернем вот сюда. А теперь ты ручку сожми. Вот он не улетит от тебя. Тема нашего урока «Единство белорусского народа. Основа независимой страны». Мы уже почти построили объемное сердце Беларуси, но нам осталось несколько деталей. И мы его закончим. Помогите, пожалуйста, нам достроить сердце Беларуси вместе с Ульяной и с Егором. Ты хочешь сказать, что нам надо определить вот эти вот предприятия, будущее предприятие в сердце Беларуси? Как вы думаете, где их можно разместить? Это я понимаю сердце, да? И куда мы разместили, Егор? Ты уверен? А почему именно сюда? Ну, потому что мы с этой, а вы с той стороны. Правильно. Так, будем считать что-то новое. Бери их. А ты, Егор, бери вот эти. Бери. Егор, а ты как вообще-то думаешь? Что такое родина? Для меня родина, мой город Бобруйск. Бобруйск. А Ульяна? А у тебя? Для меня родина, это наша страна. Наша страна, вот так. А Бобруйск в нашей стране, да? Да. Да, ну все, давайте, устанавливайте их. Так, на тебе, Ульяна, вот. Ты молодец, ты прямо в центр. Ну все понятно. Это наши новые школы, да? Для таких маленьких детишек, как вы, которые придут в будущем году, да? Понятно. Значит, две или четыре школы мы должны в будущем году построить. Одну? Одну? Нет, ребята. А у вас тут два или четыре кубика? Две. Две. Значит, две, да? Но мы постараемся две. Ну, спасибо. Занимайтесь спортом. И слушайте своего друга нового. Это ваш лучший друг. Спасибо, Александр Георгиевич. Всего доброго. Чтобы прививать культуру безопасного поведения, мы сделали такой тематический. Это правильно. Здесь у нас и правила дорожного движения, и пожарная безопасность затронута, и вообще безопасное поведение и на улице, и дома, и в общественном транспорте, в любом месте. Специализированный поскольку у вас. Спасибо, здравствуйте. Вот где мы будущее, волейболисты в будущем, да? Вас приветствует волейбольная команда детско-юношеская спортивная школа номер 4 города Бабуська. За нашими плечами огромное количество соревнований и побед. Ежегодно наши команды занимают только первые места на всех областных соревнованиях. В этом году благодаря нашим усилиям и работе наших тренеров мы сумели стать призерами Республиканской спорта-киады школьников. В дальнейших наших планах стать только лучше и представляясь нашу малую большую родину на таких соревнованиях, как чемпионат Европы, чемпионат мира и Олимпийских играх. Мы вас ждем. Ждем в национальной команде. Уважаемый Александр Григорьевич, мы бы хотели от всей нашей команды попросить, чтобы вы поставили подпись на нашу мяч. Нет, мы его будем пронять. Пронять? Конечно. Спасибо! Молодцы! Занимайтесь спортом! Будете самыми красивыми! Давайте здесь немножечко остановимся, хочу чуть-чуть расскажем о нашей рекреации. Мы постарались отойти в их оформлении от шаблонности, обыденности и придать им такую индивидуальность. Все они предметные, расположены рядом с теми кабинетами на ту же тему. Это рекреация белорусского языка и литературы, чтобы популяризировать нашу родную мову. Я с ней или с ним пошел по празднику. Дома приведите, откройте в интернете и прочитайте. Учащийся 10 класса находится на уроке, посвященному году народного единства. Я классный руководитель 10 класса Петраховича Екатерина Ивановна. Сегодня мы говорим о патриотическом воспитании. К нам на урок приглашены гости. Руководитель межшкольного центра до председательной подготовки подполковника Старшим Марч. Межшкольного центра районного, да? Да, да. Руководитель по военно-патриотическому воспитанию Барковский Андрей Викторович. Это который в школе работает? Да, это наш военно-патриотическим и прочим патриотизмом мы заниматься должны все. И в первую очередь директор школы. Это его задача. Родители, все мы должны. А его безопасность, в том числе и военно-патриотическое воспитание. Я, будучи защитник Отечества, я готов слушать в армии, чтобы вы мне не говорили. Но кроме срочной службы существует контрактная служба. Как вы к ней относитесь? Положительно отношусь. Контрактная служба у нас есть. Там, где надо, мы ее внедряем. Там, где нужны срочники, там мы оставляем срочников. Вот наш подполковник, он точно расскажет, как разумно к этому надо подходить. Так что я положительно отношусь, но будем спокойно, если нужно, замещать срочную службу на контрактную. Ну, у нас такой проблемы в армии нет. Спасибо. Мы тебя ждем в армии. Что вы кроите здесь? Мы кроим школьный сарафан, который производит фабрика «Славянка». Спасибо вам огромное за школу. Она очень замечательная. Я рада, что здесь даже есть класс трудов, который я буду помогать. Когда есть время, буду сюда приезжать, помогать девочек обучать. Так как хочу, чтобы нашему предприятию надо швеи. Я хочу, чтобы они туда пошли. Потому что очень замечательно быть швеей. Это очень интересно. Большая вам благодарность за школу. Дефицит есть на швеи у нас. Ну и уже роль их, статус и зарплаты им так уже подняли. Ну, дефицит. А то, что девчонок вот этому научите, они поймут, когда замуж выйдут, свои детки будут. Совершенно верно. Вот я хотела сказать, что даже для себя что-то шить для своего ребенка. Никаких проблем. То есть они все будут уметь, все будет получаться. Организацией питания у нас занимается наш Бобруський мясокомбинат. Добрый день. Здравствуйте. Это обед, да? Да. Завтрак, завтрак. Обед. Это двухразовое питание. В зависимости от того, сколько находятся дети в школе, часов. Вот предусмотрено трехразовое питание. И у нас есть дети с финансовым тренурием. Для них разработана низкопилковая диета вместе с родителями, с врачами. Молодцы. Уважаемый Александр Григорьевич, символ нашего города – Бобрусь. А этот Бобруй еще и ученик нашей школы. Примите в подарок символ нашего города в память о нашей школе. Ну, спасибо. Я так понимаю, он учился-учился в вашей школе, да? Это вам тоже. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok